здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео хотелось бы несколько слов рассказать по поводу выбора породы всех плюсов минусов содержания свинок допустим есть породы мясные как много сейчас много говорят о них много пишут и в принципе с европы отовсюду к нам наперва вот этих мясных пород значит что я хочу сказать по поводу их него содержание вообще по поводу от выбора какую породу выбрать того лучше для каких целей содержать начнем с такого простого момента в цене в свинье ценится конечном итоге что ценится в свинье мясо в первую очередь мясо мясо гораздо дороже стоит мясо но единственный достаток в мясе его меньше в свинке его там выход ну достаточно маленький если допустим говядине мясо составляет там я не знаю но очень надо 50 60 процента вот выхода чистое мясо то у свинки этот процент гораздо меньше за счет того что в ней очень много сала у свинок которые выведены мясная порода именно этот процент достаточно высокий настолько высокий что сала практически нет вот не отойдем от книжных там заумных речей грубо говоря режем свинью мясной породы и мясо ну реально просто нету даже на засолку мясо взять негде потому как мясо мясо варю сала на засолку взять негде потому как свинья практически полностью состоит из мяса грубо говоря это мышечная масса и соответственно при продаже такой свинки продать ее намного проще выход денег с него будет намного выше но все это влечет один несколько недостатков все свинки мясной породы страдают как скажем они очень капризны капризны в кормлении капризны содержание они не переносят перепадов температур это очень важно вот я сделал теплый пол это еще вернусь теплому полу своему я продолжаю я просто знаю смотрите по поводу теплого пола созвонился со мной представитель фирмы которую я покупал в которой я покупал эту микроба этого он предложил мне заняться продвижением их него товара так скажем ну и реализации его я в принципе готов на это но пока не могу себе ну пока я сам не проверил на себе так скажем работу этого препарата я не могу его рекламировать в плане рекламировать плане давать там вам какие-то ну как обещания как она будет все это работать ну скажем так мне как бы будет потом крайне неприятно если там какие-то будут проблемы и вы будете у меня вам спрашивать а что что нам посоветовал за говно поэтому я этого не хочу пока сам на себе не испробую ничего такого вам советовать не буду по поводу продолжим по поводу сфина значит очень важно температурный режим соблюдать это настолько важно что если допустим обычная свинья может жить просто на снегу ну да она не будет расти будет просто терять в весе там обрастет шерстью как дикобраз но она в этом в то же время будет жить потому как большая толстая прослойка сала дает возможность организму нормально проводить терморегуляцию то есть она переносит как жару так и холод вполне ну достаточно нормально даже холод я бы сказал переносит вообще без особых проблем при этом наша мясная порода не способна к этому из-за полного отсутствия сада реально с прослойка сала ну спались буквально нечего даже пожарить взять при забое видно это отлично видно значит отличительная особенность кстати очень легко определить свинка какой породы перед нами либо обычная сольная она имеет форму бочки ну грубо говоря свинка как в ширину так и в длину примерно одинаковая квадратная здесь же свинки вытянутые вот в первую очередь смотрим на порося смотрим форма крупа у нее получается как бы задней части она расходится если мы посмотрим у нее задница как бы вот видите как у качка вот мышца тут получается она вот стань да вот вот такие вот мышцы торчат как шарики у свинки которая сальной породы крупно оборот сходится как и пятак ну сужается в сторону крупа сужается туловище но в то же время свинка мясной породы длинная она не такая круглая кажется вот сальная свинья обычная допустим украинская степная когда ее на нее смотришь она ну просто как бочонок раздутый у этих такого нет она длинная и в то же время по ней видно как будто мышцы гуляет под кожей это связано с тем что нет самой сама не закрывает как бы строение мышечной ткани и соответственно можно спокойно определить кто перед нами порода скажем так скорее всего основа а ну основа свинок который у меня это все-таки ландрас самая распространенная в данный момент значит свинка которая поменьше с петре нам было скрещено ну по словам хозяина хозяин мой знакомый у этих же свинок я не знаю кто был папа мама ну по виду они ландрасы вот опять низкая возможно не ландрас возможно там папа дюрок был проходил мимо но суть чем все свинки которые сейчас находятся ну скажем так в обиходе они не чистопородные чистокровные я понимаю потому как нету у нас так куда ты им хвост отъедаешь нет у нас возможности допустим сейчас получить семенной чисто семенной материал ну именно вот породу которая нам нужна потому что нету плем заводов все это на уровне поддерживается на уровне там я не знаю ферм ну более-менее это ферма она там ферма 200 голов уже не фиасия ферма считается на самом деле допустим идет постоянное смешение пород скажем так за основу берем да в принципе ландрас видно по ним это дал андрас и скорее всего что-то там с украинских смешано а вообще может быть намешано все три породы ну в нынешние которые самые это самые известные ландрас дюрок там петрен сейчас появился суть чем смешение пород это неплохо свинки тогда получается не настолько восприимчивы допустим к перепаду температур к кормлению у них увеличивается многоплодность у всех мясных пород очень низкая многоплодность недостаток породы в том что тяжело разводить максимум что может привести свиноматка но это там 6 7 8 поросят в отличие от обычной украинской степной у которой там 15 16 18 при этом если свинки скрещены то получается тогда получается ну это к лучшему она не будет допустим там уж так прям в ярко выражена мясная будь у нее там и сало какая-то прослойка но в то же время мы сможем получить нормальное количество потомство у мясных свинок очень плохо развитые молочные железы опять же все за счет того что много мышечной массы мало сала мало так скажем не с чего брать иные левую и соответственно они плохо выкармливают поросят не говоря уже о том что они как мамы не очень ну соответственно не такие у них очень плохо выраженный там инстинкт материнский они там могут и бросать от у знакомого свиноматка была она поросилась а у него четыре раза и до три раза из этих четырех она просто выбрасывала поросят приходилось привозить доктора доктора и болит делал несколько уколов в глаз там ей успокоительных и после этого она нормально себя вела кормила уже все все эти вещи но как только рожала их выбрасывал их с такой силой что он просто прозревал поросенок летал там нескольких убивала сразу ну короче свиноматка как мама была не очень хотя в то же время приносила достаточно большое количество поросят значит отвлекся подытожу давайте подытожу вкратце при выборе мясной породы мы получаем такие плюсы как большой выход мяса при этом получаем массу минусов первый минус очень тяжелое содержание нужно создавать условия максимально приближенные к идеальным грубо говоря температура в сарае должна быть и не низкой и невысокой они также плохо переносят морозы какие перегрев допустим уже при нулевой температуре им настолько плохо живется что не могут заболеть не расти ну короче могут быть масса проблем и толку не будет я смотрел многие берут там мясную породу начинают их держать приходит зима и они начинают дохнуть проблем возникает все из-за того что свинка не может нормальную проводить терморегуляцию организм за счет отсутствия сала там того же жира ну как бы согреться нечем мышечная масса не дает никакого там защитной функции несет второй момент малоплодность и плоху плохие мамы ну как бы как мама плохая это я уже понял из рассказов многих знакомых малоплодность тоже ну как бы ландрас в этом плане достаточно нормально там может быть и 12 и 15 поросят в помете в то же время там тот же петрен от новая порода так они вообще там 46 но 8 это прямо рекордсмены имейте в виду этот момент сложно развести прикормление опять же за отсутствие сала там жировой прослойки плохо кормят но мало молока грубо говоря так самое главное очень капризные к кормам выкормить допустим обычную ну обычную сальную породу можно там помоями смывками со стола там со столовой где-то может я не знаю ну в то же время ну там ячмень пшеница все что есть может идти на корм и будет достаточно нормально это все рацион будет нормальный сбалансирован достаточно свинка будет салом обрастать расти добавлять вес ну это будет одно сало практически у наших мясных очень ускоренный обмен веществ ну грубо говоря это культурист который сало но ему сало не идет она не навязывается на нем генетически так сделано но они так подобраны что практически отсутствует прослойка сала и жира одни мышцы соответственно для того чтобы мышцы росли нужен белок соответственно еда должна быть высокобелковая чем можно достичь такого ну равновесия чтобы было как можно больше белка сразу 5 отмечу не чмень не пшеница никакого белка в себе не содержит а быстрые углеводы которые можно сравнить с печеньками грубо говоря бля ой извините грубо говоря давая ячмень вы должны понимать что это вы его покормили хлебушком а так как это у нас культуристом требует протеинов белков и протеинов соответственно надо понимать выращивание этих свинок без бмвд добавок сбалансированных именно под содержание свиней именно такой породы мясной ну будет мягко говоря затратными и неблагодарным они расти не будут и вы будете тратиться на кормах они их будут есть при этом не будут расти потому как быстрый обмен веществ желудок разложил там этот килограмм корма а из него кроме как углеводов ничего не пришло углеводы в жир не переработали сало потому что ну как бы нету и соответственно мышечная масса не растет свинка болеет толку 0 при этом если зимой холодно она сжигает энергию на поддержание температуры и в конечном итоге результат такой что в 8 месячном возрасте свинья весит 70 килограмм для этих свиньей нормальный привес грубо говоря в 5 месяцев 5 6 забойный вес 120-140 килограмм но опять же зависит во многом от особенностей личных вот две свинки у меня одного возраста одного питания от это белая процентов там на 15 тяжелее чем красная чем ну чем это выражается и не знаю возможно генетически она просто будет мельче так что у меня сидит рядом я показывал то вообще растет настолько быстро это как вы знаете как сравнить бройлера и обычную курицу примерно такая разница так вот по поводу выбора породы делаем последний вывод вкратце сейчас подобью все чтобы уже сориентировались если мы берем свиней на развод лучше конечно взять сальную породу найти какую-то украинскую степную она у нас будет и питаться проще будет прокормить и соответственно поросят будет приносить по 15 штук по 20 кормить их будет хорошо выкармливать ну будет все у нее классно все будет легко брюс она будет в какашках жить температура вообще мало будет беспокоить она как и не холодно в любом раскладе все просто но поросята будут на рынке не будут пользоваться таким спросом потому как будет по ним видно что это всего-навсего украинская степная сальная порода которая вырастет за девять месяцев а то и за год до 120 килограмм и то с трудом соответственно делайте выводы в то же время мясная порода поросята сразу бросаются в глаза их не экстерьер так скажем сразу по ним видно что это мясные там вы уже не обманете тут не из-за цвета там не из-за расцветки просто по строению тела видно сразу что это мясная порода соответственно покупаться они будут намного лучше все люди уже умные сейчас понимают мясо продавать легче чем сало но при этом мы получаем массу недостатков тяжелое содержание поддержание температуры кормление обязательно добавками не надо мечтать о том чтобы вы кормите его на тоне ячменя но зато раз класс ну как по затратам смотрите 300 килограмм ячменя на голову уйдет свиньи и за пять месяцев при этом добавок уйдет полтора мешка ту и два и соответственно свинья вымахает до тем до веса где-то забойный вес будет 120 40 килограмм вы должны понимать что при этом при этом при разведении мясной породы будут сложности она будет просить мало поросят но поросята будет стоить хорошо продаваться будет тоже не важный фактор ну вывод выход еще один такой выход очень неплохой брать допустим свиноматку брать породы мясной или же наоборот взять свиноматку если есть возможность найти свиноматку какой-нибудь самый оптимальный вариант найти свиноматку породы украинская степная сальная порода порода и скрещивать ее с хряком нормальной мясной породы при этом поросята будет получаться ну вот примерно такой как у меня сейчас я же свою очередь купил я просто ну понимаю мне там рассказывали страшные истории о том какие чисто породы я понимаю что это бред чистую породу сейчас найти сложно только там где-нибудь может поехать за ну где-нибудь где именно племенные хозяйства в них там можно взять но опять же когда порода скрещивается многие приходят к выводу что это даже улучшает ее она не настолько там чистая выходит но про то более она проще в содержании и выход допустим тех же поросят тех же свинок намного выше и соответственно они но их проще содержать проще разводить поэтому вариант помеси вот такой это я думаю самый оптимальный вариант будет у меня в свою очередь значит задача какая я взял сразу я взял мясную породу ну как мясную опять же повторюсь это не чисто породная там нигде там не в каких-то супер институтах обычно поехал на рынок выбрал самых крупных самых похожих не там помогли со всех сторон кто хотят помогал в конечном итоге вроде вышли они вроде как мясные нормальные свинки что из них получится мы посмотрим в дальнейшем но на будущее я думаю все будет нормально свинки пока растут так как и должны расти сразу видно по ним что они нормальной породы мясной ну и соответственно все пока идет хорошо выбор за вами как сделать лучше мое мое мнение идеальный вариант обычная сальная свинка ее покрываем мясным хряком либо помесь сразу берем помесь мясной с сальной и соответственно получаем чистопородное раздель чисто породной породы будет ну чревато тем что будет масса подводных камней сын я думаю она не будет того стоит плюс создать условия для содержания прям такие уже идеальные будет достаточно сложно соответственно ну как бы идем по прочему пути для получения максимальной прибыли все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты всего доброго